За 13 депутатов против двое, воздержалось трое, голосовало 18 депутатов, решение не принято. Это тот самый случай, когда число 13 для группы депутатов стало действительно несчастливым. Сессия началась с провала попыток преодолеть вето сразу на два закона, вступление в силу которых остановил губернатор. Речь идет о законе о государственных должностях города Севастополя и о законе, который определяет сроки установки рекламных конструкций в городе. В первом случае документ предполагал изменение порядка выплат госслужащим. Сейчас он определяется указом губернатора, и депутатов такой порядок не устраивал, желая контролировать зарплаты государственных служащих. Они хотели изменить систему, но в очередной раз им это не удалось. Не хватило народным избранникам трех голосов и во втором случае. Закон, который в апреле внес в Заксобрание Вячеслав Горелов, предлагал назначить для них минимальный срок установки рекламных конструкций на пять лет. По мнению автора закона, это позволило бы предпринимателям стабильно зарабатывать. А вот по мнению губернатора, фактически привело бы к монополизации, потому что снизило конкуренцию на рынке рекламы. Но, похоже, автор законопроекта не очень глубоко разобрался в предмете во время обсуждения вопроса. Вячеслав Горелов вообще не стал говорить о сути закона. Вместо этого он предложил посмотреть слайд-шоу и сделал из нехитрых графиков неоднозначный вывод. На фоне размеренной законотворческой деятельности депутатского корпуса появление осенних и весенних метированных законов выглядит очевидным и вопиющим диссонансом. Такие особенности, или как называют их иногда эксцессы, психиатрии называются сезонными обострениями. Правда, у кого именно возникают такие сезонные обострения, у тех, кто запрещает, или у тех, кто принимает решение не за, а против севастопольцев, депутат Горелов не уточнил. Например, вступление этого документа в силу не позволило бы проводить торги и заключать договоры на остановку и эксплуатацию рекламных конструкций. Дмитрий Владимирович Овсянников в данном случае руководствуется исключительно нормами закона. Если закон, который мы принимаем, вступает в противоречие с федеральным законным суставом, он получает веты. И все веты были заслужены. Поэтому ни разу, к счастью, ни разу за всю эту пятилетнюю историю ни одного вета не было преодолено. 13 голосов мало для преодоления вета, но достаточно, чтобы принять закон. Все та же группа депутатов поддержала в первом чтении документы порядки отзыва губернатора Севастополя. Причем некоторые явно не могли удержаться от оскорблений. Мы должны разработать такой законопроект, который должен пройти между этой силой и харибной. То есть он должен, с одной стороны, не позволять группе маргинальной, извините за такое выражение, личности, дестабилизировать ситуацию в регионе. Для запуска процедуры собирается инициативная группа и проводится голосование. И хотя в своей инициативе депутаты ссылаются на устав города Севастополя, такого положения там нет. Я внимательно просмотрел устав города Севастополя. Ни одного слова об отзыве там не нашел. Может быть, вы сошлетесь, чем вы руководствуете, ссылаясь на устав города? Конечно, Борисович, нет там указаний на отзыв губернатора. Но это не означает, что мы не можем ссылаться на устав города Севастополя. Ссылаться, конечно, можно, но такой закон будет противоречить федеральному законодательству. Тем не менее, в первом чтении отдельные депутаты все те же 13. Документ поддержали. Но самые жаркие споры начались, когда народные избранники добрались до 13 вопроса. Депутаты Горелов, Кулагин, Аксенов, Посметный, Щербакова и Алексей, а также Михаил Чалый внесли в повестку вопрос об отчете о результатах деятельности правительства Севастополя за прошлый год. Авторы постановления потребовали признать работу исполнительной власти неудовлетворительной. Вместо обсуждения вопроса по существу, выступавший первым, Александр Кулагин предложил посмотреть видеоролик, в котором было собрано все, что можно было собрать. Депутат Виктор Аганесян попытался остановить законодателей, которые, казалось, перепутали площадку законодательного органа со студией скандального телевизионного шоу. А судьи кто? Данный документ – это верх неграмотности, некомпетентности, а если сказать просто, по-русски – негодяйства. Ничего общего с объективностью оно не имеет. Это месть. Мелкая злобная месть. Людей, которых губернатор лишил дармовой государственной кормушки, которым губернатор запретил творить безобразие в центре города на Матросском бульваре. Месть олигарха, владельца заводов, газет, пароходов, владельца депутатиков. Олигарха по чудудку губернатор не стал плясать. Обсуждение проекта закона длилось недолго – около 20 минут. Группа 13, так и не услышав, Виктора Ганесяна проголосовала за признание работы правительства неудовлетворительной. Видимо, правительству придется еще раз давать пояснения по тем же пунктам отчета, которые депутаты не смогли или не захотели понять. Впрочем, времени повышать квалификацию некоторых законодателей почти не остается. Срок полномочий созыва истекает уже в середине июля. И дату выборов депутаты уже назначили – 8 сентября 2019 года. Александра Ковалева, Ольга Суржикова, Анатолий Кукса. Новости ХТВ.